Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала просвещения. Сегодня в выпуске. К экзамену готовы. Организаторы ЕГЭ рассказали о подготовке к главному испытанию школьников. Малые формы, большие таланты. В Казани прошел Всероссийский фестиваль студенческих театров. К экзамену готовы. Об этом объявили организаторы единого государственного экзамена на традиционной весенней встрече с журналистами. Революционных изменений не будет. Это ли мотив встречи? О деталях расскажет наш корреспондент. Через неделю в России стартует досрочная сдача единого государственного экзамена. Она начнется 20 апреля экзаменом по русскому языку. К нему готовятся не только школьники и родители. Работа кипит у организаторов. На данный момент идет ее второй этап подготовка комиссий в регионах. Об этом рассказали участники круглого стола ЕГЭ-2012. У него есть еще одно многообещающее название. Что нового ждать выпускникам этого года? Организаторы не интригуют. Сразу сообщают, что принципиальных изменений нет. Все основные изменения в контрольно-измерительных материалах это изменения, которые уже давно обсуждены с профессиональной общественностью. Это изменения, которые давно опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, нашего учредителя Рособранадзора. Вместе с тем некоторые нововведения все-таки присутствуют, так как с течением времени система проверки знаний шлифуется, подчеркнули участники встречи. Так, в экзамене по русскому языку изменились критерии оценки развернутых ответов. В частности, это касается подсчета слов в сочинениях. В процедуре проверки знаний по истории, а ее в этом году собираются пройти около 200 тысяч школьников, сделан акцент на творческий подход. Это относится к заданию по описанию исторического портрета. Единый государственный экзамен через демоверсию, через свою практику ближайшего года должен, конечно, ориентировать на то, чтобы творческое начало в едином государственном экзамене, не подавляя формализованного. Это должно быть сбалансировано очень. История, она ведь точная наука. В оставшийся до экзамена период уже не учите новое. Закрепляйте то, что получается. Советует Иван Ященко, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ-ЕГ по математике. Кстати, в этом экзамене появились два новых задания. Одно по геометрии и одно практическое задание на использование вероятностных моделей. За месяц выучить математику уже невозможно. Вот что знаете, то знаете. И добейтесь того, чтобы те задачи, которые у вас получаются, вы в них не ошиблись. 30% ошибок в ЕГЭ – это неверно прочитанное условие. В той задаче ты решил задачу правильно, но другую. Мы не считаем, что литература пострадала от введения ЕГЭ. Предугадал возможные вопросы Сергей Зинин, руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ-ЕГ по литературе. В последние годы был найден формат, соответствующий предмету. Простейшие задания ушли, выпускники пишут полноценные сочинения, причем верхний предел объема этой работы не ограничен. Так что у школьников есть возможность выразить себя. Мария Ермаченко, Никита Завада, телеканал «Просвещение». Десять лет назад эта катастрофа потрясла Европу. В ночь с понедельника на вторник, 2 июля 2002 года в небе над Южной Германией столкнулись два самолета – Ту-154 и грузовой Боинг-757. На борту российского лайнера находилось 69 человек, большинство из которых были дети. О подготовке мероприятий в память о десятилетии катастрофы в материале нашего корреспондента. В тот трагический год самые талантливые дети Уфы были приглашены на двухнедельные каникулы в Барселоне и в Испании. Эту поездку спонсировала организация ЮНЕСКО. Одаренные дети из России летели в международный лагерь. В этом году мероприятия в память о трагедии пройдут на территории Башкирии, Германии и Швейцарии. В России немецкой стороной будет поставлен балет. Рабочее название проекта – Юберлингер 2326. Место и время крушения самолета. Это просто наш долг – оставить какую-то память. Понимаете, в Германии сразу много человек, огромное количество народа подписалось на этот проект, и все решили, что будут участвовать в этом бесплатно, безвозмездно, потому что большей возможности нам, так сказать, не предвидится. Прошло 10 лет, за эти 10 лет ничего не было создано. Балет задуман в 11 сценах, у каждой из которых свое музыкальное сопровождение. Доминирующий инструмент – фортепиано. Эту партию маэстро исполнит сам. 11 сцен, где разные будут показаны короткометражные истории. История, так сказать, одной семьи, история одного художника, история, значит, того, как пилоты перед взлетом танцуют, значит, какой-то определенный танец, сам момент взлета, так сказать, взрыв в воздухе, столкновение двух самолетов, катастрофа. Это все, значит, в музыкальном отношении передано, и также будет передано в отношении хореографическом. По задумке организаторов, ни одна из сцен балета не иллюстрирует саму катастрофу. Зрители должны увидеть истории детей и их родителей до рокового дня, навсегда разделившего жизни семей погибших на до и после трагедии. В момент столкновения двух самолетов в оркестре возникнет пауза. Музыка оборвется, и со сцены начнет падать черный снег. В балете примут участие как минимум 16 танцоров компании Роберта Норта. Восемь женщин и восемь мужчин будут исполнять роли детей, родителей, пилотов. Мы хотели показать не только момент катастрофы, но и историю этих детей до нее. Правительство России предоставило в распоряжении немецкой стороны четыре актовых зала Московского государственного университета имени Ломоносова. Выбор перед организаторами предстоял нелегкий. По задумке в балете особую роль играет сложное сценическое освещение, оборудование для которого придется привозить из Германии. После продолжительных обсуждений и тщательного осмотра гости остановили свой выбор на новом актовом зале МГУ. Во-первых, мне нравится, что мы нашли очень красивую сцену. Второе, здесь есть все, что нам нужно относительно света, только в уменьшенном варианте. К сожалению, здесь пока нет некоторого сценического оборудования, но мы должны вместе найти решение этой проблемы. В Москве запланировано провести только один концерт. Премьеру балета представят непосредственно в день катастрофы 2 июля. Всем зрителям пришлют личный и пригласительный. В Германии балет покажут в 2013 году. Екатерина Шахова, Олег Черкас, Александр Стрельникова, телеканал «Просвещение». В Астрахани состоялась рабочая встреча сотрудников наркоконтроля и работников волонтерского центра Астраханского государственного технического университета. Профилактика наркомании в молодежной среде – это одно из основных направлений деятельности центра. Но не только эта проблема волнует общество, а добровольцев и о результатах их деятельности в репортаже Дианы Васильевой. Современное выражение «плюс один» или попросту «лайк» означает «мне нравится». Так называется волонтерский центр АГТУ. Все участники получают удовольствие от своей работы. Первыми итогами деятельности студенты поделились на специальной презентации, куда пригласили своих друзей и партнеров. Сам центр был создан еще в ноябре прошлого года. Волонтерская деятельность в университете развивается уже давно. С каждым годом в ней принимают участие все больше студентов. Волонтерский центр создал единую базу добровольцев, готовых прийти на помощь. На презентации каждому вручили специальный паспорт доброты – личную книжку волонтера. Это документ, который поможет в дальнейшем при трудоустройстве. Волонтерский центр развивает пять направлений деятельности. Среди них – помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, нуждающимся в лечении, пожилым людям. Волонтеры проводят антинаркотические и антиалкогольные акции, заботятся о бездомных животных. Поддержку добровольческому движению оказывает и администрация ВУЗа. Воспитать не просто специалиста, а личность – задачи высшего образования. И в этом может помочь волонтерство. Волонтерская деятельность – это один из лучших способов проявить себя, реализовать свой потенциал, протянуть руку помощи и поддержать в трудный момент главные цели участников центра «Плюс один». «Плюс один волонтер», «Плюс одно доброе дело», «Плюс одна улыбка». А ведь ради этого и стоит работать. В Казани состоялся 12-й Всероссийский фестиваль «Икориада». Он посвящен столетию со дня рождения народного артиста СССР Аркадия Райкина. Что же такое театр малых форм? Об этом нам расскажет Алина Хангареева. Цветные костюмы, огромные декорации, клоуны. Но нет, это не цирк и не балмаскарад. Это Всероссийский студенческий фестиваль театра малых форм, который совсем недавно прошел в Казани. «Икориада» — это театральный фестиваль, в котором талантливый студент может проявить себя. Тюмень, Ишкарала, Екатеринбург, Смоленск, Томск, Самара и Коснодар. Участники приехали даже с Украины и Белоруссии. Клоунада, буфонада, театр теней, танец, вокал — это не полный перечень направлений, представленных на фестивале. У нас театр моды, который делает костюмы из необычных материалов, то есть превращает костюмы в некое шоу, в театр. Участники нам признались, с виду шикарный костюм артистов доставляет им массу неудобств, но что тут скажешь, красота требует жертв. А вот они уже на сцене, и все внимание зрителей приковано к ним. Многих интересует вопрос, что же такое на самом деле театр малых форм? Это очень много эмоций, очень много знакомств, очень много ярких красок. Это каждый день что-то новое, красивое, яркое и незабываемое. Эти участники словно жили на сцене. Искренность номеров, безусловно, покорила жюри, тем самым намного усложнили задачи выбора лучшего театрального коллектива этого года. Этот фестиваль придумали для воспитания творческой молодежи, поиска новых талантливых личностей, которые в дальнейшем могли бы выступать на большой сцене. В зале не смолкали овации восторженной публики, а это лучшая награда для артистов. Мир образования бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. До встречи! Увидимся, когда наступит наше время! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова